Когда совсем стемнело, самые маленькие стали плакать. А потом кричать, а потом снова плакать. Мы жевали соломы, ели сами. Эти истории отзываются яркими воспоминаниями Нины Ивановны Ипполитовой. Ее семья в годы войны оказалась в оккупации. Два раза она была под прицелом немецкого автомата, но Бог уберег. Мы голодовали. Мы жили в погребе. Три года в том. И когда немцы вступали, когда немцы выгнали, разбит был город от и до. Город не жил на Украине. А когда освобождали наши советские войска, мы были худенькие, щуплые деточки. И нас брали на руки, как пушинку. Целовали нас, обнимали, отдавали нам паек и плакали. Монологи о жизни в блокадном Ленинграде не оставили равнодушными ни одного сидящего в зале. Еле сдерживали эмоции и сами актеры. Мы просто прочувствуем текст душой. Мы даже, кто-то из нас, если рассказывать, мы сами удержаться не можем. Мы стоим просто... У меня самый позитивный текст, но я пытаюсь как-то собраться перед тем, как рассказывать свой монолог. Пытаюсь, чтобы не заплакать, выйти весело и уже к моменту выхода. Становилось совсем темно, но мамы не было. И тогда мы решили, что она просто пошла другой дорогой, что она просто уже дома. Но дома ее не было. Театральная постановка «Дети войны» проходит в школах города при поддержке местного отделения партии «Единая Россия». Спектакль является частью проекта по профилактике терроризма и экстремизма «Научи меня жить». Проект «Научи меня жить» — это не только безопасность в первую очередь детей, это еще и умение детей выстраивать взаимоотношения со взрослыми. Это еще и умение со взрослым поколением, с ветеранами выстраивать отношения. Выступление артистов Лиры лицеисты приняли с благодарностью. Закончилась встреча победной песни вместе с ветеранами. Субтитры подогнали Симон.